В первые же дни зимы и такие обильные снегопады. Так, объем выпавшего снега составил почти 40% от месячной нормы. И это еще не предел, говорят в Харгазгидромете. Мы сейчас готовим прогноз на январь месяц. Ну, январь тоже будет не теплым, скажем. Но, возможно, отдельные дни будут положены температуры. И февраль будет холодный. Вообще, зима в этом году предполагается холодным, чем обычно. На градусов 1-2, если ниже нормы, это значит холодный. В Бишкеке сотрудники Тазалыка пока справляются. Ведь их 8-часовой рабочий день увеличился вдвое. Для очистки столицы задействована вся техника. Это 18 единиц пескоразбрасывателя, 4 грейферных погрузчика, 3 трактора для очистки тротуаров. Вручную же работают 300 дворников. Наши работники привыкли. Потому что у нас некоторые люди есть, которые 20 лет работают на этой работе. Минимум 2-3 года работают. Они уже привыкли. Сильный снегопад или не снегопад. Они свою работу делают вовремя. И все же имеющейся техники не хватает. По словам Сарпашева, чтобы очистить столицу за 3-4 часа, необходимо 150 машин. А у них только около 20. Поэтому из 500 столичных улиц зимой расчищают только 94. Если мы имели бы хотя бы 50-60 машин, тогда мы вовремя успевали бы. Мы 18 машин сейчас успеваем. У нас в городе некоторые хозсубъекты за переливающей территорию не смотрят, не следят. Поэтому мы в вынуждении выбираться там. Для подсыпки дорог Бишкека уже использовано 2600 тонн песка и 220 тонн соли. Основная работа выполняется ночью, когда машин на дорогах мало. И все для того, чтобы утром не было гололеда. В Крыговской гидромете отмечают, что зимой такое количество снега считается нормой. Так бывает, когда наблюдаются холодные воздушные массы. Мы ожидаем ближайшие на 5 дней без осадков. Температура воздуха, конечно, будет держаться в пределах 15 градусов мороза в долинных районах. Дневная температура, конечно, постепенно будет повышаться. Но тем не менее. На 12-13 декабря есть вероятность небольшая, где-то в пределах 30%. Но, возможно, будет облачно, но осадки маловероятны.